Неровный лед, свиппинг и техника толкания камней. Сборная Краснодарского края на региональном первенстве готовится к первенству страны. Пройдет оно в Сочи с 11 по 17 ноября. Из шести команд выберут сильнейших, которые будут представлять свой регион на всероссийском уровне. Мы пробуем разные методики, разные техники, разные тактики, чтобы потом, вот у нас дальше будет первенство России снова, чтобы там уже выступить более хорошо. Как и в любой тактической игре, преимущественно мы работаем на тактику. Но тактика это одно, а исполнение, сейчас будем пробовать разные техники исполнения. Потому что там как есть зависимость от вращения, так и от силы выезда. Нужна очень хорошая логика. В общем, и спортивная подготовка. У нас проходили всероссийские соревнования, как первенство России, на котором мы очень хорошо выступили. Всероссийская спартакяда учащихся, на которой мы заняли четвертое место. Опыт, конечно, интересный, но все-таки сложный. Важные достаточно соревнования. За это можно получить какие-нибудь большие разряды. У нас две сборных Краснодарского края. Мы основная сборная. Оцениваю нашу сборную края как отличную, очень сильную команду. На первенстве мы можем выиграть даже призовое место спокойно. Просто главное не волноваться и идти к высшим достижениям. Хочу стать вообще игроком сборной России, а потом уже, возможно, тренером сборной. Первенство Краснодарского края, но на дорожках одни сочинцы. А все потому, что керлинг разбивается только в одном городе края – в столице зимних Олимпийских игр 2014. Единственная площадка в регионе расположена в ледовом дворце «Ледяной куб». У нас шесть дорожек. Никакой из регионов не могут похвастаться таким же ледом, как у нас. Поэтому и все соревнования российского масштаба, также международного, проходят у нас в городе. В ближайшее время, 7 ноября, у нас пройдет международный турнир на нашей арене. Поэтому приглашаем болельщиков смотреть керлинг. Спортсменами мы тоже можем похвастаться, поскольку наша юниорская сборная девушек заняла в прошлом сезоне третье место на первенстве России до 2021 года. И на «Спартаке» зимнее она заняла также третье место. И в конце ноября мы будем отбираться этой командой на первенство мира. Керлингистов называют аналитиками. В этом виде спорта важно абстрактное мышление. Здесь основное соревнование – в точности выпусков камней. К слову, спортивный снаряд изготовлен из гранита. Еще один атрибут керлинга – щетка. С ее помощью спортсмену нужно попасть камнем в нарисованную на льду мишень, причем как можно ближе к центру. Управляют движением гранитного снаряда спортсмены с помощью свиппинга. Так называется прием натирание леда щетками перед камнем. Выходит не только от силы воли, но и от силы трения зависит достоинство завоеванной медали.